Торжества в честь 75-летия Победы в Твери и Ржеве будут перенесены с 24 июня на другую дату. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира канала «Россия-24». Решение было принято после консультации с региональным управлением Роспотребнадзора, а также с одобрением ветеранских организаций. Новая дата пока неизвестна. Торжества будут проведены лишь тогда, когда не будет реальной угрозы здоровью граждан в связи с пандемией коронавируса. Более подробно о темах прямого эфира в сюжете нашего корреспондента Марии Шалавановой. Одной из тем, которую прокомментировал Игорь Руденя в Тверском эфире телеканала «Россия-24», стала организацией проведения в Верхней Волжье голосования по вопросу изменений в Конституции России в текущей эпидемиологической ситуации. У нас полностью укомплектованы и сейчас доставляются все средства индивидуальной защиты, разработаны регламенты по возможности голосования на дому, либо голосования на придомовых территориях. Все необходимые условия будут соблюдены для обработки рук, санитайзера и все, что сегодня предписано Роспотребнадзором. Напомним, общероссийское голосование в Тверской области пройдет при соблюдении всех мер профилактики распространения коронавируса. С 25 июня по 1 июля избиратели в любой день смогут проголосовать без предварительной подачи заявления. При этом основной датой голосования станет именно 1 июля. Этот день объявлен нерабочим. Кроме того, в ходе прямого эфира была затронута тема о возможности проведения в Конаковском районе музыкального фестиваля нашествия. Глава региона поддержал и назвал обоснованным решением регионального управления Роспотребнадзора о нецелесообразности проведения мероприятия в июле этого года. Мы все понимаем прекрасно, что нашествия – это прежде всего гости нашего региона, это большое количество активных людей, которые неравнодушно относятся к музыке. Но сегодня мы обязаны позаботиться о здоровье своих граждан, жителей Тверской области, тех, кто проживает на территории нашего региона. Конаковского района касался еще один вопрос, заданный губернатору. Жителей муниципалитета интересовало, когда же откроется районный центр для посещений. Напомним, Конаково является одним из четырех городов, где в настоящее время в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания. Я думаю, что ближе к 1 июля мы такое решение примем. Сейчас будем смотреть, какова статистика. Нам очень важно, чтобы это не послужило сигналом, вперед, поехали без каких-либо ограничений. Поэтому ограничения сохраняются, надо беречь друг друга, уважительно относиться к людям, которые могут находиться в общественных местах рядом с вами. Еще одна тема, которая интересует многих жителей области, это возвращение в областную столицу профессионального футбола. Глава региона рассказал, что первый шаг к этому уже сделан. Тверской стадион «Юность» прошел сертификацию в Российском футбольном союзе. Спортивный объект на улице Вокзальная получил четвертую категорию, которая позволяет проводить официальные матчи профессиональной футбольной лиги. Спортивная арена станет домашним стадионом для новообразованного футбольного клуба «Тверь». Поэтому уже сейчас здесь проведены ремонтные работы в раздевалках и пресс-центре, а также обновлена входная группа. Кроме того, для спортсменов будет закуплен специальный спортивный инвентарь, который поможет им не только в тренировках, но и на играх. Мы уже к концу месяца сформируемся, и наш ФК, футбольный клуб «Тверь», уже, я думаю, что в июле начнет потихоньку получать конкретные очертания. Так что выходим обратно на футбольное поле. Это будет вторая лига. Ну, конечно, так, очень аккуратно, но начнем с малого. Начнем с малого. В этом году начнем играть уже на своей территории. Параллельно с лицензированием в Российском футбольном союзе руководство команды встречается с потенциальными игроками для формирования команды «Тверь». Кроме того, представители Тверского клуба также взаимодействуют с коллегами из Тульского клуба «Арсенал», который является партнером проекта. Добавим, что прямые эфиры с губернатором выходят еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. За все это время были получены ответы на более чем 150 вопросов.